Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот небольшая компактная светодиодная RGB лампа для фотографий и для видеосъемки от фирмы Ulandi. Модель просто iLight называется. Сейчас камера сфокусируется. Вот iLight. Пришла она у нас вот в такой вот коробочке небольшой. Тут тоже вот iLight у нас название. Указано то, что у нас здесь есть магнит, 20 режимов эффектов, температура регулируется, 2 500 9. В комплекте кабель. Здесь у нас уже на ней зарядный порт Type-C, соответственно кабель у нас тоже Type-C. Встроена здесь батарея на 2000 миллиампер часов, 6 ватт мощность. Вот она такая компактненькая. Давайте сейчас я покажу. То есть длину она порядка 4 сантиметров, даже не то что порядка она реально здесь 4 сантиметра получается, 10 сантиметров и 4 сантиметра она у нас в ширину. Высота вот у нас здесь около 3. То есть она очень компактная. Как я уже сказал на лампе есть магнит. Магнит действительно очень хороший. То есть вот допустим я беру крышку системного блока. Вот я ее вешаю. Достаточно проблематично ее оторвать. Вот я трясу крышку. Никуда она у меня соответственно не девается. эта лампа. Вот. Ну сделано здесь корпус такой достаточно простенький. Все полностью пластиковое. Сделано аккуратно. Здесь с боков два у нас крепления. С этого бока и с этого бока. То есть можно закрепить на штативе ее. Также можно вот так держать в руке. Весьма удобно. Здесь у нас шкала с градусами. Визуально можно посмотреть, как оно будет, скажем так, светить по этой шкале примерно. Здесь вот магнит. Здесь дисплей, на котором отображаются текущие настройки. И по нему можно делать настройки, которые необходимы. То есть очень удобно. И клавиши управления соответственно. Инструкцию сразу же я открыл. Вот у нас по традиции китайская, английская. То есть у нас она идет. Вот давайте перейдем к английской. Как видим здесь у нас функционал перечислен. Порты, кнопки показаны. Далее у нас есть три режима. Си сети мод, RGB мод и эффект мод. В первом режиме соответственно мы можем выставить температуру от двух пятиста до девяти тысяч к и уровень подсветки. То есть максимальный там сто процентов либо убавить вообще до нуля ее. В RGB моде получается мы можем регулировать насыщенность. Вот этот RGB Color Hue. И оттенок Situation. Также подсветку. Но везде у нас еще батареи показывается уровень. На третьем режиме у нас просто эффекты. Эффектов у нас здесь 20 штук. То есть здесь у нас например вот полицейская машина. Да. То есть скорая помощь. Пожарная машина. Фейерверк. Вот например. То есть телевизор. То есть много различных эффектов. Некоторые из них очень интересные. Применение конечно их под таким большим вопросом. Да. То есть не всем они могут пригодиться. Но с другой стороны как при съемках какого-то видео может быть там да. Какого-то жутковатого видео. Да. Эти эффекты например как вот эффект телевизора. Там эффект каких-то там скорых помощи. Да и так далее. То есть это как бы может пригодиться. Да. То есть здесь в зависимости от того какие там фантазии. Тов кто снимает. Да. Это видео. То есть что он хочет именно в этом видео показать. То есть для фотографии по сути. Ну эти эффекты не столь велики будут. То есть здесь больше все-таки на видео уйдет упор скажем так этого этого девайса. Также вот у нас здесь информация еще дополнительно переведена. Здесь я понимаю так количество светодиодов. Здесь work time. Это у нас ну максимальное свечение. Два часа у нас при максимальной мощности. При минимальной 15 аж часов. Сирай заявлено 95 с половиной процентов. Ну мощность также видим 6 ватт. Как и на корпусе указано батареи. Так то же самое 2000 миллиампер часов. Угол 120 градусов. Время зарядки два с половиной часа. И самый важный да. С 0,3 метров они измерили. Уровень свечения 700 люкс. Так. Теперь по поводу включения. Чтобы ее включить. Вот у нас кнопочка есть. Да. Соответствующие аббревиатуры. Однократного нажатия здесь недостаточно. Потому что эта кнопка она еще у нас служит для переключения режимов. Включаю я ее. Сейчас у меня стоит самый первый режим. Вот выставлен температура. 6. Сейчас я ее увеличу вот этой кнопкой. Верхний. Вот я ее увеличил. Да. Максимальный до 9000. Такое вот у нас синеватое свечение. Здесь телефон у меня немножечко его сглаживает. Кстати вот что удивило. Здесь по всей видимости более правильные оттенки. Да. Например вот если берем. Покупаем домашний светодиодную лампу для дома. 2800. Там 3300. Они по-моему. Да. Они очень сильно желтят уже. То есть они так желтеть все равно не должны при такой температуре. Там прямо очень желтый свет. Здесь вот допустим на переключиться если на 3000. Ну такой как мне на 3200 такой более умеренный. Как по мне. Хотя может быть примерно такой как у ламп. Но мне кажется немножечко он более умеренный. Здесь просто опять у меня сглаживает все телефоном. Но не суть. По крайней мере регулировка работает. Все прекрасно. Для того чтобы нам перейти получается например вот к настройкам мощности. Да. Мы просто здесь нажимаем вот на кнопочку М. И вот допустим я сейчас регулирую мощность. Немножечко расфокусируется. Экран кстати вживую намного контрастнее. Да. Чем сейчас показывает телефон. Да. И не моргает естественно. Ну то есть он просто переключается. Глазу по крайней мере это невидимо. Глаз это не видит. Так увеличиваю. Здесь сейчас я еще рукой держу. Частичный экран просто чтобы удобно было держать. Саму лампу просто показываю. Ну и плюс у меня сейчас в комнате включен свет. У нас сейчас темновато немножечко. Хоть сейчас и полдень. 12 часов. Но тем не менее весьма темновато. То есть три лампы в люстре горят примерно. Эквивалентно 100 ваттным. Позже я выключу подсветку. Да. Которая с помощью люстры у меня осуществляется. И уже в темноте. Ну даже не то что в темноте. А при минимальном скажем так освещенности в комнате. Хотя она не самая критическая. Бывает еще хуже даже днем. Да. Когда вообще прям очень темные дни. Как она будет в себя. Ну как она светит какой-либо предмет допустим. Да. То есть если просто как подсветка ее в качестве подсветочки использовать. Так. Теперь отходим от этого режима. Нажимаю я вот эту именно кнопку. Здесь у нас два режима. Как раз таки. Ну. Те которых я говорил ранее. Давайте сейчас я выставил 98 процентов. Именно уровень мощности. Теперь давайте изменим насыщенность. То есть я покажу как меняется температура. Так она здесь по кругу получается. Ходит. Вот. Следующий значит меняется у нас оттенок. Так. Здесь это уже не по кругу не идет. Здесь только вперед-назад. Нуля до ста. Вот. И следующий режим. Вот у нас наш режим эффектов. Пожарная машина. Нет. Даже просто здесь Fire Engine получается. И даже другой режим здесь еще есть. Так. Нажимаем на M. Фейерверк. Так называется он у них почему-то. Этот режим. Телевизор. Ну то есть похоже реально на телевизор. Когда там что-то появляется. Да. То есть у нас подсветка. Меняется уровень подсветки от разозависимости от картинки. Вот это очень интересный режим. Имитирует лампу неисправно. Пульсирующая непонятно что-то. Она просто она убавляется, прибавляется. Видимо здесь. Трубоскоп. Халарийный. Какой-то режим. От высокого к низкому. Просто красные вспышки. Зеленые вспышки. Синие вспышки. Полицейская машина. То есть синим и красным она по очереди будет. В этом режиме. Это у нас скорая помощь. Fire Engine. Я как пожарная машина перевожу это. Здесь просто, видимо, сейчас должно быть. Свечение так почему-то моргает. Непонятно. Тут уже все показывал. Я уже здесь. Сейчас попробую более подробно по каждому режиму пройтись уже в другом видео. Выключу сейчас освещение внешнее. И посмотрим, как у нас будут освещаться предметы. Как раз таки буду снимать на телефон. И сравним разницу, как у нас было без подсветки. То есть снимаю здесь видео сейчас в 4К. Телефонная матрица как раз таки маленькая. Когда света мало, начинаются довольно-таки дикие шумы. И соответственно увидим, будет ли существенная разница.